Итак, друзья мои, мы продолжаем. Итак, вот мы сформировали для себя второй шаг. И опять я вам напоминаю, что и второй шаг может дать обострение. Особенно тогда, когда у человека этих проблем много. Много. И я снова вас предупреждаю, вот о чем. О том, чтобы вот кардинально решать проблемы с лекарствами, которые вам назначены, скажем, вашим доктором, самостоятельно, пожалуйста, пока не решайте. Потому что вот тут идет перестройка организма, и перестройка очень основательная и достаточно тяжелая. И те симптоматические проявления каких-то острых состояний, они могут проявиться и достаточно серьезно. Поэтому, пожалуйста, не торопитесь. Не торопитесь. Всему свое время. Всему свое время. И все как бы становится на свои места тогда, когда мы с вами начинаем спокойно этим заниматься. Спокойно заниматься. Вот как перед тем, как начать сегодняшнюю передачу, я вас предупреждал по поводу крови. Опять, когда вы проведете вот это вот 16 дней, да, вот второй этап, да, обязательно недельку переждите и пойдите сдайте еще раз анализ крови. И посмотрите, что изменилось и как изменилось, в какую сторону. Теперь вот на какой момент, на который я как бы акценты не сделал. И вполне сознательно. Потому что, ну, вот обмазывание, ну, горячие грудные обертывания, да, повышение, так сказать, температуры тела, печень, разгрузка венозной крови, восстановление, да, активация процессов репарации, восстановление печени. Все это у нас с вами как бы вот на втором этапе есть, да, но я ведь, заявив тему скрытой почечной недостаточности по началу сегодняшней передачи, не продолжил вроде как ее. Вот теперь я ее продолжаю. Пожалуйста. Вот тогда, когда мы закончили с вами вот такую вот, ну, достаточно искусственную все-таки, искусственно созданную программу для восстановления организма целиком, целиком, мы ведь сознательно с вами никаких симптоматических вещей не проводим. Так сказать, мы в этой ситуации пользуемся тем, что нам дает официальная медицина, и это совершенно правильно. Потому что вот объединение усилий официальной медицины, то есть вашего лечащего врача и ваших собственных, обязательно даст замечательный результат. Вот что я имею в виду. Но после того, как вы провели эти вот 16 дней, вспомните о ваших почках, даже если они не болят. Даже если они не болят. Понимаете, и это очень-очень так, очень важно. Особенно для людей, страдающих вот сердечно-сосудистыми проблемами, и включая гипертонию, стенокардию, ишемию, аритмию и так далее. Это очень важный момент. И вот для этой цели, пожалуйста, мы используем с вами две травки. Две. Я всегда говорил об одной, но можно использовать еще вторую. Эта травка называют толокнянкой. Толокнянка. Она очень и очень неплоха. И вот здесь, я думаю, что имеет нам смысл с вами взять любой почечный чай в аптеке для того, чтобы там не искать толокнянку, не собирать или не делать этот сбор. Да, и использовать его. Да, в котором будет обязательно толоклянка, будет брусничный лист и так далее. Почему это так? Да потому что эта толокнянка несет в себе в своем составе количество биологически активных соединений, которые можно назвать антибактериальными. Антибактериалы. А, как вы понимаете, это для нас с вами чрезвычайно важно. Вот такой же набор такого рода элементов в своем составе несет и петрушка. Она обладает активной антибактериальной способностью, но в специфической зоне. Вот в зоне как раз мочевыводящих путей. Мочевыводящей системы нашей. Включая почки, мочевыводящие мочеточники, мочевой пузырь. И это очень важно и для мужчин, и для женщин. Понимаете? Очень важно. Потому что, как правило, вот эти проблемы малого таза, то, что называется малого таза, и простатит, вот вял, текущий, от которого никак невозможно избавиться, и воспаление слизистой мочевого пузыря, и воспаление мочеточников, да и пиелит, пиелонефрит, который уже существует, да и у женщин. Это воспаление и в гинекологической сфере, связанное с состоянием эндометриоза, труб и так далее. Понимаете, это всё, и воспаление шейки, матки, довольно часто, так сказать, связано как раз с состоянием мочевыводящих путей. Именно поэтому я прошу вот этот самый толокнянку и петрушку, да, объединить. И тут можно пойти двумя путями. Есть издавна такой очень старый рецепт, но я прошу к нему отнестись очень строго. Он очень силён, очень силён. С таким... И ни в коем случае, так сказать, вот приём этого препарата нельзя передозировать. Тогда, когда вы берёте свежие, свежие семена, ну не свежие, а вот не протравленные, цельные семена петрушки. Поэтому сейчас вот те, у кого петрушка растёт в огородах, пожалуйста, не выбрасывайте, а наоборот оставьте эту петрушку, пусть она созревает и пусть её семена созреют и соберите их. Это невероятно дорогое и ценное лекарственное средство по-настоящему. Вот некоторое время назад я разговаривал с одним очень опытным уже человеком, доктором. Она долгое время, почти 40 лет была заведующей терапевтическим отделением Ольга Георгиевна Алексеева. Это не моя жена. Это однофамилица моей жены. Так вот, доктор с огромным стажем, она сказала такую интересную вещь, мы обсуждали с ней как раз эту проблему, что вообще петрушка, вот если год принимать петрушку, да, аккуратный, без передозировок, то можно вообще вернуть абсолютно здоровье почкам. Это известно и в медицине профессиональной, классической, это и в традиционной классической народной медицине известно, но вот на сегодня этот, то, что я вам хочу сказать, настой принимать надо все-таки с осторожностью, с учетом возбудимости, вот нервной возбудимости современного человека, который находится в таком социальном стрессе и перенапряжении, и эти вот вегетативные реакции могут быть, могут быть. Поэтому, пожалуйста, будьте, будьте вот с ней аккуратны. Что это за настой? Наконец, вы берете чайную ложечку чистых семян петрушки, чайную ложечку полную, кофемолку, которой, безусловно, там не должно быть остатков кофе или чего-нибудь еще, она должна быть чистой, как следует промололи, прямо до порошочка. И потом вот этот вот порошок, который получился, вы, так сказать, можете в чистую посуду обязательно под крышку плотную все, либо в термос самое лучшее, да, кладете в термос, заливаете стаканом комнатной чистой воды, кипяченой, безусловно, прокипяченной чистой воды, одним стаканом плотно закрываете и оставляете на 8-10 часов. Холодной, подчеркиваю, температуры где-то 25-28 градусов, вот так. Ну, комнатной температуры. На 8-10 часов. И вот этот вот экстракт, который, водный экстракт, семян петрушки, вы принимаете в течение дня. Три раза по одной трети стакана. Вообще советую, вот первый-второй день принимать по одной столовой ложке. Петрушка в холодильнике у вас простоит. Два дня вам этого стакана хватит достаточно. По одной столовой ложке три раза в день перед едой. Пожалуйста. Увеличивая на следующий день по две столовых ложки, а потом по одной трети стакана. Но делайте так. Три дня вы принимаете по одной столовой ложке, дальше добавляете одну столовую ложку, три дня по две столовых ложки, а потом уже, так сказать, начинаете принимать по одной трети стакана три раза в день. Вот это очень серьёзный препарат. Очень серьёзный. И вот, кстати сказать, сюда локнянку добавлять уже не нужно. Более того, предупреждаю, что петрушка очень активна по отношению к некоторым камням, твёрдым конкрементам и в почечной лоханке, и в, скажем, у мужчин в простате достаточно часто они бывают, и в мочевом пузыре. Так что вот имейте это в виду. Понимаете, что одним из эффектов, побочных эффектов от приёма вот такого вот настоя, может быть, да, вот могут начать двигаться вот эти маленькие конкременты в силу того, что они начинают как бы обтаивать, становятся меньше, иногда рассыпаются в песок. И это, в общем, безусловно, такие неприятные очень вещи. Просто будьте готовы, я об этом вас сразу предупреждаю. Но самое главное, что вот этот настой, такой экстракт, позволяет нам достаточно серьёзно санировать и почечную лоханку, и систему почечных клубочков, и мочи-мочеточники, то есть всё, что касается мочи образования, и мочи-выведения, и очищения крови. И это очень и очень важно. Вот можно таким вот образом использовать такой рецепт. Второй рецепт – это тогда, когда вы завариваете почечный чай, добавляя туда столовую ложку зелёной петрушки. Зелёной петрушки. Пожалуйста. Можно использовать таким образом. Пользоваться этим чаем. Третий вариант, о котором я, так сказать, довольно часто вам рассказываю, это сейчас. Пока у нас с вами петрушка в силе, огородная, свежая и всё, нажать из неё достаточно большое количество сока, ну, по крайней мере, вот, ну, хотя бы такой вот, один такой стакан, или, ну, с запасом, там, полтора стакана таких. Отделяется сок из петрушки тяжело через соковыжималку, но отделяется. И хочу сразу предупредить, он не стоек. Его нельзя держать, так сказать, долго, даже в холодильнике, потому что, так сказать, процессы самопереваривания там идут очень активно. Огромное количество кислорода, хлорофилл и прочее, прочее, так сказать, всё там есть. Да, это получается, он очень быстро застывает. И вот как кровь человеческая, буквально через полминуты, это уже желе, которое уже вылить нельзя, оно уже не льётся. Это просто желе. Сок превращается в желе. И вот этот сок, я очень советую, разложить вот в эти ячеечки для заморозки ледяных кубиков. Прямо по чайной ложечке разложите в эти ячеечки и в морозилку. И вот наморозьте вот таких вот петрушечных кубиков. И тогда у вас останется, так сказать, такой вариант. Вы утречком встали, да, и прежде чем завтракать, да, помыли ротовую полость, почистили зубы, привели себя в порядок, и этот кубик в рот и рассосали, вот этот вот леденечек. Рассосали, а уже через там 15-20 минут, пожалуйста, завтракайте, и всё, что необходимо. И так три раза в день. Вот таким вот образом можно действовать. Но тут у нас с вами толкнянки не будет. Пожалуйста, вот такие вот три пути, и три момента, на которые я обращаю ваше внимание. И желательно, чтобы вот этот курс приёма помощи, приёма вот этих препаратов из петрушки и помощи почкам, нам нужно провести весь перерыв между вторым и третьим проведением. Возвращение к программе. Помня при этом, что, конечно, после второго проведения тоже могут быть обострения. И если эти обострения у вас проявляются, то, пожалуйста, не торопитесь переходить к третьему шагу. Не торопитесь. Потому что этот третий шаг, он будет очень серьёзный, потому что, как вы поняли, мы с вами должны будем немножко расширить программу и снова её нагрузить. То есть, снова чуть-чуть наш собственный организм и процессы, которые протекают в нём, спрессинговать. Понимаете? Поэтому, так сказать, вот это мы должны с вами обязательно учитывать. И нам нужно добиться, чтобы после второго прохождения, второго этого шага, у нас с вами обострений не возникало. Вот на это я обращаю ваше внимание. Не возникает обострения, значит, организм хорошо справляется со своим делом. Он достаточно силён для того, чтобы всё сделать. И только тогда переходить к третьему шагу. Знаете, вот то, что я вам рассказываю, некоторые люди уже проходят, уже делают. Ну, те, с которыми я, как бы, так сказать, связан, которые обращаются ко мне там с помощью, с просьбой проконсультировать какие-то моменты, они делают. И вот я знаю, что одному, некоторому молодому человеку, это связано с болезнью Бехтерио, пришлось вот этот шаг, который я вам сейчас вот продиктовал, по сути, так сказать, вот второй шаг, проводить трижды. Трижды. Но третий раз он прошёл, у неё абсолютно спокойно, идеально, никаких вообще реакций. Замечательная кровь, замечательные показания, всё оно как бы есть. Да и сам процесс, связанный с проявлением болезни Бехтерио, симптоматика болезни Бехтерио, резко пошли на убыль. Не могу сказать, что он вылечился, конечно, нет, это надо смотреть ещё достаточно серьёзно, потому что может быть возврат, может быть обострение, разное ещё может быть, но, по крайней мере, вот он прошёл идеально. И это знак того, что надо переходить к третьему шагу. Ну, а в чём же, так сказать, третий шаг-то? А вот на третий шаг, к третьему шагу, уже нужно переходить к более серьёзным температурным гипертермальным процедурам. И мы будем к этому времени уже готовы к ним. Это очень важно. Но мы должны будем с вами увеличить снова длительность прохождения этого этапа. Почему? Да потому что гипертермальные ванны, как их надо делать? Понимаете, вот нужно как бы вот эти вот механизмы защиты, активации внутренней, защиты внутренней, обороны, внутренних процессов, связанных с сохранением устойчивости организма, их нужно спровоцировать, их нужно немножко сактивизировать, спедалировать, если хотите. А это возможно только в одной ситуации, когда мы достаточно серьёзно повышаем температуру тела. Хотя бы на полтора-два градуса. Хотя бы на полтора-два градуса. И это очень серьёзно. То есть это 38,5-39, да или 38 градусов. Понимаете, это серьёзно. Это болезнь внутри меня. Болезнь, с которой надо как-то справляться. И вот это вот состояние и позволяет нам включить в работу по полной программе нашу защитную систему. Понимаете? И весь тот арсенал, который есть у моего организма с точки зрения аутофармакологии, собственной фармакологии, тех препаратов, на которые он действительно по-настоящему может рассчитывать. И вот тут возникает одна проблема. Понимаете? И опять я повторяю, так сказать, вот при таком режиме, основанием для такого режима опять существует ваша практика. Ваши сообщения на форуме, там, скажем, вот нашего этого сайта, ваши звонки, которые я получаю каждую среду и четверг от вас. Понимаете? Они говорят о том, что вот эта процедура гипертермии, она не должна проходить вот единовременно. Мы сегодня провели, а завтра забыли. Нет. Вот здесь очень важна цикличность этих процедур. То есть, вот я делаю первую, вторую, третью, три дня подряд. Я провожу эти ванны, а потом я три дня отдыхаю. Вот тут нельзя, вот эту границу надо все-таки соблюдать. Нам перебрать в этих процедурах никоим образом нельзя. Понимаете? Ну, что значит? Я все-таки таких процедур хотя бы там семь-девять должен провести. Я три процедуры эти делаю, да? Я три дня должен отдохнуть. Обязательно от них. Так? Вот у вас уже шесть дней. Потом я должен сделать четыре процедуры. Я уже как бы напряг свой собственный организм. Четыре таких процедуры. И четыре процедуры. Четыре дня я должен отдохнуть. Семь. И семь. Уже четырнадцать дней. Понимаете? И потом я должен сделать еще либо четыре, либо пять процедур. Вот четыре, пять процедур это максимальное количество, да? У нас получается три, четыре и пять. Двенадцать процедур. Вот таких мы делаем. Да? С такими вот перерывами. Двенадцать процедур. И двенадцать перерывов. И получается девять перерывов. Двенадцать и девять это двадцать один день. Вот у нас эта программа будет длиться двадцать один день. Двадцать один день три недели. Понимаете? Что еще мы сюда добавляем? Вот здесь мы уже никаких грелок на область печени все-таки не делаем. Потому что ну перегрузка она и есть перегрузка. Поэтому, так сказать, надо все-таки к своему организму относиться щадяще. И вот на сей раз мы с вами не будем делать вот в третьем проведении не будем делать принимать с вами сорбенты. но что уже к этому времени как правило все-таки кишечник уже начинает работать самостоятельно. И запуск и дефекации и мочеотделения и все и потоотделения уже как потихонечку налаживаются у нас с вами. Единственное что я оставил бы это горячие грудные обертывания но не в день проведения термальных процедур. А вот тогда когда мы от них отдыхаем да и то только одна. Вот мы три процедуры гипертермальных сделали для три дня перерыв. Значит вот через день после третьей процедуры посредине я сделал горячее грудное обертывание. Да? А потом снова отдохнул и перешел снова к гипертермальным ваннам. А дальше у меня с вами четыре дня перерыв у нас с вами между гипертермальными процедурами. Вот эти вот со второго дня второй и третий день я сделал горячее грудное обертывание. Это очень важно. Причем это важно с точки зрения состояния легочного круга кровообращения или сердечного круга кровообращения. Это очень важно с точки зрения состояния ритма соблюдения вернее восстановительных процессов связанных с сердечным ритмом тахикардии брадикардии вот как нам это привести в порядок вот эти процедуры будут помогать и в этом. Соответственно когда я провел пять дней этих процедур значит соответственно я второй третий и четвертый сделал горячее грудное обертывание. Вот здесь очень важно вот в этих на этом этапе использовать не сорбенты а использовать санирующее свойство магнезии. Вот здесь мы начинаем с магнезии потом через неделю мы ее повторим еще через неделю повторим и еще через неделю повторим. Вот какова структура или рисунок третьего этапа нашей оздоровительной программы. Но это вот эти моменты которые мы должны будем с вами уже обсудить и я надеюсь что в следующей передаче мы с вами их обсудим. Ну а сейчас как всегда здоровья желает вам программа Семейный доктор.